Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы по просьбе многих подписчиков проведем общий Таро-расклад для мужчин на тему «Будущая женщина для отношений». Наконец-то мы посмотрим именно на будущую, не на бывшую, не на прошлое отношение, а на будущую женщину вообще, будет ли она, кто она такая будет и вообще, надо ли вам будут эти отношения. Вот посмотрим все именно об этой женщине. Давайте вообще вот посмотрим, с кем в будущем у вас будут отношения, кого вам судьба ведет и вообще для чего, какая она будет, знаете ли вы ее или это будет новая женщина. Вот расслабьтесь, все ваши лишние мысли в сторону, никого не притягивайте, не загадывайте, ни о ком не думайте, вот просто-напросто расслабьтесь. Кому нужно, пойдите, сделайте себе чашечку чая или кофе и приходите, будем с вами смотреть. Итак, настраиваемся только на себя. Вдох-выдох и будем смотреть. Итак, для начала я хочу посмотреть вашу сигнификацию. Кто ко мне пришел сегодня? Дорогие мои, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за подписку на канал, за комментарии, которые вы пишете. Каждый ваш комментарий я читаю, он для меня очень ценен. Я не перестаю это говорить, о том, что вы для меня, знаете, вот как стимул такой, чтобы дальше выпускать ролики. Когда я вижу, что я делаю это не зря, когда я вижу о том, что какую-то информацию для себя полезную вы с моих роликов черпаете, и это приносит какую-то пользу для вас. Итак, по поводу вашей сигнификации, вот то, что выпадает. Вы выходите на данный момент, знаете, вот таким одиноким мужчиной или чувствуете себя внутри одиноким. Кто-то из вас, знаете, вот принял вот такую оборонительную позицию и показывает о том, что горький был опыт в прошлых отношениях, как бы то, что было вот раньше. Я вот здесь закрылся, я не хочу никого, мне здесь вообще никто ничего не нужен. Я как бы ушел в себя, занимаюсь своими вопросами, своими какими-то проблемами. Кто-то ремонтом занимается, кто-то там домом, недвижимостью. Не знаю, кто-то думает о покупке чего-то, на что там долго думали, либо долго собирали, либо же вот как-то планируете что-то поменять в своей жизни. Но при этом, при всем, вот некоторые из вас, вот просто-напросто, то, что касается женщин, вот такой, да, не-не-не, я не хочу. Вот посмотрите, вот какая карта, да, выпала. Не надо мне никого, я вот так вот обороняюсь, не-не-не-не, вообще хватило то, что было раньше. У кого-то из вас, кто-то, вернее, из вас пробует строить отношения, пробует идти во что-то новое, но при этом, при всем, как-то чувствуете себя рядом с этими людьми, с этими женщинами, как-то себя одиноким. По прошлому был как такой водоворот событий, где была какая-то бурная, болезненная ситуация. И все как-то там очень сильно у вас закрутилось, да, закрутилось так, что и сами не поняли вообще, как и почему вы вообще, знаете, вот стряли где-то в чем-то. Можете смотреть на прошлую ситуацию, которая произошла, и думать, как так вообще все могло получиться, или как я такое мог вообще допустить. Может, знаете, вот здесь быть куча вопросов к себе, на которых у вас как будто бы нет вообще ответов. То есть вы сами не можете понять, это в чем-то вот, почему у вас, ну, прошлый опыт принес столько негатива. Вот почему вы повелись на некоторые такие вот уловки женские, которые вы раньше, если вот так вот посмотреть, либо вообще проанализировав сейчас, вы себе задаете вопрос, блин, ну, я же не такой вот глупый, я не такой дурак. Ну, почему я на это велся, почему вот я делал вот какие-то такие вот необдуманные шаги, либо почему я себя повел в какой-то конкретной ситуации. Кто-то из вас, конечно же, из-за негативного опыта в прошлом, опять же, возвращаясь вот к этой карте, которую я вам показывала, ждете до сих пор вот прошлую женщину. Как-то вот новых женщин вы можете и не рассматривать, для вас вот важна только одна, никого больше не хочу, себя во всем виню, что зачем я так поступил, зачем я так все сделал. Потому что очень много энергии пошло от мужчин, которые меня смотрят, которые в чем-то сами себя винят, в чем-то то, что вы поступили именно неправильно. Хотя, по сути, если так вот разобраться, то больше как женская энергия идет о том, что из-за женщины, из-за ее какого-то поведения, отношения, вот так вот все пошло. Да, вы можете идти как два сложных человека там по прошлому, и, конечно же, опять же, в это все окуну и скажу, что. Вы можете быть как два сильных сложных человека, которые на данный момент не общаются, и вы все равно как-то смотрите именно в ее сторону, хотя вот пытаетесь, где-то головой понимаете о том, что нет, 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 я не хочу, вот мне не надо, эта женщина. Но все равно продолжаете ее ждать, либо все равно как-то смотрите в ее сторону. Не у всех, но у кого-то такое проиграется. Это, повторюсь, что мы для начала смотрим вашу сигнификацию, у кого резонирует, смотрим дальше, у кого нет, значит не ваш расклад. Опять же, может быть к себе у вас куча вопросов, на которые нет ответов. Кстати, кто-то из вас в последнее время может замечать какие-то знаки или ощущения в некоторых ситуациях, знаете, что это уже было, как доживю какое-то. Вот от кого-то из вас идет такая энергетика. Напишите в комментариях, кто замечает какие знаки и какие именно. Вот просто интересно, у кого что там идет, потому что у кого-то из вас очень сильно развита интуиция. Что-то можете подмечать, что-то либо можете вот подумать, к примеру, о чем-то раз, потом через время произошла какая-то такая вот ситуация, которая кажется вам, что уже где-то как-то была. Вот у кого, от кого такая идет энергетика, напишите в комментариях, интересно будет даже вот почитать. По прошлому идет женщина, с которой вы пытались наладить отношения, пытались с ней построить все по-другому, как-то пытались понять ее, какие-то ее поступки, слова, действия, но все как-то бесполезно. Я вам хочу сказать, что что бы вы там не делали бы, как бы вы не пытались бы ее понять, понять ее даже, ну не пытайтесь, не получится, все как будто бы бессолку идет. Могли пытаться дважды выходить в одну реку, но как-то безрезультатно, именно в сторону вот прошлых отношений. Кто-то из вас после такого негативного опыта пробовал знакомиться с новыми женщинами или идти в другие отношения, но все как-то не получалось, все как пустое. Знаете, вот все равно вот смотрите и говорите, да ну куда она годна или куда годны те отношения, либо вот все какое-то они как пустые идут, все не такое. Как будто в прошлом проживали не свою историю. И эти женщины, на которых вы пытались переключиться, тоже знаете, вот как не ваши. Вот все равно, знаете, как смотрите со стороны, думаете, блин, когда уже все наладится, когда уже начнется моя нормальная история. Вам как самому обидно и непонятно, что происходит вообще. Вроде бы зарабатываю, сам по себе неплохой, а отношения не получаются. Вот почему вот такое вот происходит? Знаете, некоторые из вас даже вот пришли к тому, и посмотрите, даже свечка потухла, представляете? Некоторые из вас даже пришли к тому, что считают, что ваша женщина даже прибегала вот с прошлой, из прошлых отношений, прибегала к магии. Для того, чтобы у вас там в дальнейшем что-то не получалось. Какое-то закономерное, кстати, вы тоже в этом всем видите, вы тоже замечаете и думаете о том, что могла повлиять на вашу нынешнюю ситуацию, на то, что нет отношений. Именно женщина как бы из прошлого. От кого-то идет именно такая вот ситуация. Даже видите, свечка не горит, свечка даже как потухла. Если так вот разобраться, то в принципе да, вроде бы есть возможности у вас. Вроде бы как бы и женщины в вашу сторону смотрят. Вроде бы как бы и только может все получаться, но все как будто бы либо резко заканчивается, либо идет как-то безрезультатно. Такой, знаете, вот по энергетике вы идете таким мужичком на расхват, а до сих пор у кого-то переживания идут по прошлым отношениям. Или пробуете идти в новое, а оно все пустое. У вас в будущем, кстати, идут глобальные перемены. Такое затишье сейчас у вас, оно как знаете, как поговорки, затишье перед бурей. Вот это как раз ваша ситуация. Судьба вам дает время собрать себя внутри. Вот как-то собраться, знаете, воедино что ли здесь себя. Перед рывком вперед. Вы можете и чувствовать, что что-то судьбоносное вас ждет впереди. Опять же, вот у кого, говорю, там за знаки какие-то, за судьбу, за какие-то переживания. То здесь, кстати, и может такое вот проходить, что вы как раз вот и можете чувствовать какие-то такие вот в дальнейшем перемены. Чувствовать какие-то в дальнейшем такие вот изменения. Но при этом, при всем, опять же, находиться пока в каком-то затише, пока в какой-то такой ситуации, что кажется, что пока ничего не получается. Итак, давайте посмотрим, кто же будет ваша будущая женщина, посланная вам судьбой. Кто же будет эта женщина? Прежде всего, также хочу, пока раскладываю карты, напомнить вам о возможности заказа персонального второй склада, где мы посмотрим именно на вас, на вашу энергетику, на вашу жизнь, на вашу ситуацию, именно на какие-то там прошлые отношения, будущие отношения, что вас ждет, какие сроки. Для этого, пожалуйста, пишите в вайбер, телеграм, ватсап, по номеру, который указан здесь именно под видео. Всегда буду вам рада ответить на ваши сообщения. Второй расклад персональный проводится в телефонном режиме в течение 45 минут, где вы задаете все интересующие вас вопросы. Итак, кто же эта будущая женщина? У кого-то, кстати, из вас уже была встреча с этой женщиной. Это новая женщина в вашей жизни, с которой у вас еще не было отношений. У кого-то из вас не было или были краткие встречи, при которых, возможно, могли перекинуться парой фраз. Эта женщина могла показаться вам надменной или какой-то недоступной, холодной или властной. И внешне, кстати, она такие очень привлекательная девушка. И вы ее на данный момент можете рассматривать с какой-то настороженностью. Настороженностью в силу своего какого-то прошлого негативного опыта. Либо вы могли с ней просто пару раз как-то переглянуться и все. Судьба вам показала, кому-то из вас ее уже. То есть кто-то из вас ее уже видел. Кто-то из вас уже с ней пару раз мог вот как-то пересекаться. Она идет дать вам все то, что вы не получили в прошлом. Когда вы в прошлом могли много вкладываться, любить, что-то отдавать, а взамен не получать ничего. Либо получать какой-то мизер такой, знаете, что довольствуйся тем, что я вот как бы позволяю со мной общаться, позволяю там проявляться в моей стороне и что-то такое. То есть судьба вам даст человека для того, чтобы как-то вас наполнить. Для того, чтобы, знаете, как-то вот оживить вас внутри. Потому что кто-то, возвращаемся к началу расклада, вообще прям из-за прошлых отношений не готов ни к чему новому. Вот просто-напросто закрылись и все, не хочу, хватит. Все, прошлый опыт, все, не надо мне. Вот у кого-то такое вот здесь есть. Женщина, которая вот новая идет в ваши отношения, будет направлена именно на восполнение вашей души, на восполнение вас внутри. Она, эта женщина, вот опять же повторюсь, что идет как-то вас восполнить. Она придет вам додать то, чего вы недополучили. У этой женщины тоже в прошлом какой-то негативный опыт идет, где она много чего переосмыслила. И долго была одна, потому что было разочарование в мужчинах и тоже из-за какого-то негативного опыта в прошлом. Она решила, что ей ничего не нужно, что совсем по жизни она справится сама, понимаете. Вот возложила на себя вот такой груз как бы ответственности, груз всего, и считает о том, что вот я не хочу. Вот тоже был какой-то негативный опыт, что теперь она как бы будет жить для себя. Но сейчас она из этого состояния вышла, проработала в себе все обиды и разочарования. Она сейчас открыта и готова к новым отношениям, отношениям именно с вами. Она вам действительно по судьбе, вы друг друга будете очень хорошо чувствовать и будете уверены в ней, потому что она будет открытой без каких-либо тайн или выгодой. Ее также в прошлом могли обмануть, как и вас. Либо она для человека вот тоже делала все, там была всем, а он этого не оценил. И вот она, знаете, будет какой-то настоящей. Для некоторых мужчин, вот кто-то будет говорить о том, что да я ее еще не встретил, да я не знаю, там я не видел, там и пятое-десятое. Я вам хочу сказать такое, что вы могли с ней просто пересекаться, но в силу каких-то обстоятельств вас судьба могла друг к другу не подтолкнуть. То есть такое тоже могло быть, но вы уже с ней как пересеклись, вы с ней уже как будто бы можете или рядышком где-то находиться, или жить, или вот просто проходить какие-то определенные места, что могли просто как-то или не обратить внимания, или вот просто-напросто в силу того, что я не хочу каких-то отношений, я как бы здесь ничего не хочу, вот просто от этого всего отойти. Итак, давайте традиционно посмотрим совет карт для вас от высших сил, что вам советуют карты. Дорогие мои, буду рада вашим комментариям, спасибо вам за подписку, надеюсь, что после просмотра данного ролика вы также останетесь со мной на канале, и будем дальше с вами взаимодействовать. Итак, по поводу совета для вас, выпадает совет королева огня. Карта говорит о том, что вообще здесь написано засловно, но сделаю такую интерпретацию, что вдохновляйте и зажигайте, используйте свою внутреннюю энергию для достижения своих целей. Значит, по данной ситуации карту прикрою, потому что YouTube может блокировать некоторые изображения. Используйте свою внутреннюю энергию, используйте свою мужскую силу для достижения своих целей. Если вы настроены на то, чтобы найти новые отношения, для того, чтобы пойти во что-то новое, используйте свои внутренние ресурсы. У вас их действительно очень много. Если вы думаете о том, что я знакомлюсь, у меня ничего не получается, у меня здесь какой-то вот такой вот провал, это просто, знаете, из-за того, что нету какой-то уверенности в себе. В силу какого-то прошлого опыта есть определенные какие-то сомнения, вот какие-то переживания, которые вы еще до конца не откинули. Откиньте это все, используйте свою внутреннюю мужскую энергию, вы добьетесь всего и даже более. Итак, дорогие мои, с вами была я, Катерина. Пока-пока.